Сегодня глава Чувашии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по развитию туризма, физической культуры и спорта. Речь шла о предложениях региональных властей для дальнейшей реализации национального проекта. С подробностями из Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев. Какую роль должны сыграть региональные власти в развитии физкультуры и спорта? Это ключевой вопрос заседания рабочей группы Госсовета. Задачи обозначены в национальном проекте главы регионов. Руководители федеральных ведомств и спортивных федераций обсуждали на Старой площади в администрации президента. Вектор движения был задан майским указом президента страны. В ближайшие годы в спорт необходимо вовлечь более 28 миллионов россиян. Что касается Чувашии, то увеличение числа приверженцев здорового образа жизни давно уже стало общей задачей, отметил глава региона. Массовые спортивные старты в республике приобрели внесезонный характер. В своем сегодняшнем выступлении хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны делать. Это касается прежде всего мобилизации людей, организации всех тех ресурсов, которые у нас имеются по потенциалу. Понятно, у каждого региона свои особенности, ресурсы они всегда есть. И здесь касаясь управленческой команды, прежде всего, кто занимается по компетенции этими вопросами, этими темами, со спортивным сообществом, должна, конечно, работать на конечный результат, как одна команда. Еще один важный шаг на пути реализации национального проекта – строительство спортивных площадок в шаговой доступности. Этим вплотную занимаются в муниципалитетах республики. Инициативы, реализуемые в Чувашии, предлагают тиражировать. У вас во всех центрах, фоках ПСК, организована работа с населением. Поэтому плюс у вас есть серьезные спортивные традиции. И с вашего региона многие взяли примеры. День здоровья, день открытых дверей. Поэтому у вас показатели очень высокие. Вы входите в десятку регионов, которые уже выполнили показатели 2020 года. 44,8% систематически занимающихся – это для нас примеры. Члены рабочей группы обсудили и вопросы финансовой поддержки отрасли. Одно из наиболее таких значимых предложений, которые заслуживают дальнейшего продвижения в области гранической культуры и спорта – это переход на подушевое финансирование. Значит, если мы сможем вместе с вами это в значительной степени представить и обоснованно президенту России. Ну а губернаторы предлагают вплотную заняться пропагандой корпоративного спорта. Когда сами предприятия организуют у себя всевозможные спартакиады. У каждого региона есть потенциал культуры коллективов, где есть сильные стороны, слабые стороны. Что предстоит сделать? Необходимо разработать в единую для всех регионов методику для определения оценки граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. По-другому говоря, выработать единый подход, единый критерий вовлеченности граждан в физическую культуру и спорту, чтобы у нас была возможность реальной и объективной оценки достижения каждого региона. Все предложения членов рабочей группы рассмотрят на расширенном заседании Госсовета. Доклады о развитии туризма, физкультуры и спорта представят президенту. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы.